В России наступило время, время собирать камни. Мы так щедро разбрасывали, получали кредиты, жили в общем на широкую ногу. Сейчас все немножко по-другому. Сейчас у некоторых проблемы, у большинства проблемы. Но как-то хочется жить на прежнем уровне, как-то хочется реализовывать свои мечты. Для этого что надо? Для этого необходимо, конечно же, организовывать свой бизнес. Соединенные Штаты Америки вот так именно и выползли с 29-го года, потом после Великой Отечественной у них проблемки были. Дали возможность, дали возможность и люди открывали кафешки, люди открывали производство, кстати, производство компьютеров открывали. Сейчас это можно сделать, сейчас надо двигаться. Но как двигаться, чтобы не наступать на минное поле? Я как ИПшник с небольшим стажем скажу, что в моем личном опыте были минные поля от налоговой инспекции любимой, а также и еще кое-что. Вот моего банка не предупредили, вот они меня. Теперь как сделать? Ну, необходимо выбрать свой стиль работы и то, чем вы будете заниматься. Деньги? Деньги небольшие и найти сейчас можно. Арендная плата? Арендная плата сейчас практически снизилась во многих торговых центрах. А вот так, чтобы получить грамотную юридическую консультацию, открыть фирму, не так, чтобы бегать. Понимаете, ИНН, когда получаешь, тоже две недели торчишь в налоговой инспекции, ну, скажем, неприятно. Так вот, чтобы шишек у вас на голове было меньше, а лучше, чтобы ваша голова была вообще чистая и забитая только мыслями о зарабатывании денег, то можно обратиться в юридическую фирму, которая оказывает эти услуги. Это фирма Инфорва. Ну, что ж, за вами моя тень. Тень Гамлета, скажем так. Потому что у каждого бизнесмена, у каждого члена общества с ограниченной ответственностью, скажем так, есть своя ответственность, есть своя черная книга, ну, и есть свои особенности ведения бизнеса. Но наше государство, оно планомерно идет к тому, что именно малый бизнес поднимет страну. Создаются какие-то нормативные акты. Мы, я, допустим, любой директор просто не в состоянии постоянно читать ту же российскую газету, где все это публикуется. Вы и ваши специалисты чем занимаетесь? Мы непосредственно занимаемся, следим за изменениями в законодательстве. У нас работают девочки, квалифицированные юристы. Они постоянно изучают нормативные документы. Естественно, у нашей фирмы еще занимается и аудиторская деятельность, а у каждой аудиторской фирмы обязанности следить за новшествами, следить за изменениями нормативных налогового кодекса. Мы ведем, значит, фирмы, обслуживаем их. И, конечно же, мои девочки, бухгалтера, они за этим следят и помогают нашим клиентам. Вот смотрите, фирма начала хромать, почему-то внезапно, то работала, работала, да. И мне необходимо проверить, что не так, что сломалось в хорошо отлаженном механизме. Это и называется аудит. В какие сроки вы можете обеспечить выявление тех подводных камней, которые возникли в моей фирме, допустим? Это в зависимости, конечно, от объема проверки, от плана, значит, от задания, которые, значит, хочет видеть руководитель. Очень часто не только проводят они обязательный аудит, который нужно предоставить налоговой инспекции в объеме годовой отчетности. Но приезжают также просто руководители проверить деятельность своей организации, где-то проанализировать и, естественно, деятельность бухгалтерской службы проверить. А сроки где-то минимум две недели, ну, максимум, если объем большой, если организация большая, это недели три. Регистрация закрытых акционерных обществ, ООО и ПЭ, изменения в учредительных документах, регистрация компаний за рубежом, аудит бухгалтерской и налоговой отчетности, бухгалтерское обслуживание юридических и физических лиц, оценка всех видов собственности, консультационные услуги, изготовление печати, штампов, фоксимели, визиток, оформление автотранспорта, лицензии, тысячи благодарных клиентов, миллионы решенных проблем. Так, оказывается, работать можно. Можно и кредитоваться в банках. Есть они и такие. Если менеджер по рекламе или руководство тупит, пиарят только вклады, а не правильные кредиты, то это проблема банков. А мы вкладываемся в свой бизнес и работаем с теми, кто четко фиксирует пульс экономики и быстро реагирует на изменения ситуации. За ними будущее, за победителями. Ну, чтобы понять, почему вам необходима грамотная юридическая поддержка, я вам скажу, что первые деньги я начал зарабатывать еще и на первом курсе института. Тогда не было ни кассовых аппаратов, налоговая инспекция не работала. И вообще, пожалуйста, поднимайся, не хочу. Понимаете, в ларьках просто великолепно. Спирт Роял продавали, и Сникерсы, и настоящее пиво, кстати, Фостерс. Вот, а потом начались проблемы. Год 93-й, обязательные кассы. Год 95-й там вообще что-то понеслось. А с 97-го как раз началось то, что называется цивилизованным рынком. Цивилизованным рынком, в котором присутствуют налоговые инспекции, в котором присутствуют пенсионные фонды, в котором присутствует соцсострахование. И вот тогда-то и образовалась фирма Инфора. И сами подумайте, какой опыт работы. Уже 12 лет. Но о том, где находится фирма Инфора, это здание администрации Правобережного района Суворова 123, рядом с боулинг-центром. И здесь вас ждут аж целых 4 кабинета. И очень квалифицированные специалисты, которые подскажут вам, как грамотно вести бизнес. Закрыть его, открыть его, перепрофилировать. В общем, есть много нюансов, которые позволят вам в вашем бизнесе сэкономить деньги. Продолжение следует...